привет друзья ну в варвар баре ждем василия васильевича микулина сейчас поедем куда на лесопилку конечно на завод варвар и посмотрим покажем вам все тайны этого все тайны конечно никто не покажет ну все оборудование весь завод как работает самим интересно и вам покажем ну а пока ждем пробуем новый сорт от варвара лепрекон ред айриш эль очень мягкий очень красивый приятный ирландский эль мне очень нравится хороший вкус очень сбалансированный мягкий аромат ненький ну хватит снимать сам хоть попробуй вот василий василич микулин наконец мы встретились нашел для нас пару минут вот здрасте василий василич спасибо что разрешили поснимать на лесопилки к сожалению я так понял у вас не получится до времени не нашли получается да ну наши пивовары всем покажем все расскажем да спасибо огромное давно мечтал ну мы когда в школе учились съездили немножечко я так немножко приоткрыл завесу вашей пивоварни ну хотелось бы полностью показать нашим зрителям как работает что она из себя представляет я думаю будет интересно очень я хотел бы сказать что оборудование которое вы сейчас посмотрите это было произведено венгерской компанией zip technologies по моему мнению это одна из лучших компаний в европе и в мире по производству оборудования пивоварения у компании 27 летний 26-летний опыт работы и что-то там по 200 реализованных проектов это говорит о том что мы все ее основание до протестировано времени и каждый каждый новый проект вносит элемент улучшения то есть поэтому на выходе имеем очень удобный пользование завод оборудование которое понятно пивовару дружественная с точки зрения интерфейса все управление ведется все хвалят скрин да при этом полный контроль над всеми циклами производства брожения и так скажем постпроизводства по качеству вашего пива все все ясно что и оборудование значит очень качественно да спасибо мы раз снимали вот большие заводы fdb и fanatic тоже zip technology работают я думаю что поднимет планку еще выше да ну у них самая последняя разработка этого завода это хорошо это отлично я считаю что развитие украинского крафта первого арения поднимает с каждым годом планку на более высокий да это хорошо следующий проект будет уже соревноваться с таким высоким уровнем поверьте я очень много пивоварен посетил и скажу что оборудование такого уровня как вот фанатика нашей пивоварни далеко-далеко не нужно встретишь это очень высококлассные но от этого выиграет только потребитель да да будет качественное пиво чем мне нравится украинцы они ставят перед собой высокие цели и высокую планку минута правильный да я к счету хватает ну да спасибо вы будете на открытии фанатика 24 24 до обязательно не дождусь рассмотрим нас тоже пригласили так что постараемся приехать думаю там встретимся еще спасибо огромное пока до свидания ну а мы едем на лесопилку и посмотрим все прелести этой пивоварни поехали ну вот мы в лесопилке пивоварня крафтовый бар сразу же здесь не терпится зайти пошли вот отличненько а вон и пивоварня сейчас мы туда пойдем и все все узнаем а тут как раз лёша подошел лёш ну покажись привет привет после работы на примчал да как и обещал человек после работы на вторую смену по пивоварням на часик вырвался да не мог пропустить ну посмотреть я здесь не раз был хочу гостя внутри конечно очень хотелось бы посмотреть живу ну сейчас посмотрим не супер пошли спасибо конечно отлично так получилось что мы поздно вечером но не состыковались лицензии сегодня получали на оптовую торговлю до получили спасибо спасибо теперь полноценные мы производители и торгователи пива ну что покажешь нам красота красоту и о как в операционной а ты одел нет одевай пресс заторника для основных солода у нас придумали два бункера и всякие а мы все под исполнены тонны солода сразу засыпаете а потом уже его насос и пневмо насос и пим подается становится все включается высыпается так это туда лезть не надо это кричи сюда раз а но туда все засыпается туда ну а специально солодар уже вручную и на листах выставляется определенный вес який мы поднимем к рецепторе все выводится в автоматичном режиме периодично в ней постируется дробится шнитом подается к рецепторной в ней поемности где смешивается все с водой вода также выводится в автоматичном режиме автоматичного поднимается температура это все злип издали поручили это по рецепту один насос перемешивает он подает когда ревень воды до критичного снимается и автоматичном перекачиваю его в затвернище в принципе по этому все ясно тоже маленькая дробарка которая используется або для специальных солодов и через диктосыпаем а по для пистолетовых варок мавлики для моего нашего первого завода який был это с петровой варочник хотим все потом бобровода подавляем обготовлены чак опа какая лестница как космический корабль запустить варку вот здесь список рецептур мы добавляем в порядок каждого дня нажимается запускается но и автоматичном режиме здесь мы создаем рецептуру мы прописываем его все паузы все замеры воды по расчету сколько количество сусла нам надо взять и тривались паузы все было прописывается все идет автоматичном режиме ну ну короче один раз прописывается рецептура и потом просто выбирается и она варит понятно что сидеть надо то что автоматика в принципе но уже понятно а то есть что вам потребно можно его запустить в официальной процедуре то есть нажать паузу самой варки он у меняется вручного режима переходом и открываем любой клапан и почему мы хочем переключать там все что куда-то можно все вручном режиме вмешаться в автоматике ну я понял а клапана все автоматические на магнитное пневматическое краники не надо крутить на варочном порядке не только там уже направление на щитовой развязки и дальше прикольно то есть после того как мы там все подробно измешали то есть все сюда в аппарат тут бывает затирание ранее температура талоза проходит все а затем писаться капу прикачиваться с этим точам это само можно например зараз на сварке не маной а кай на изображенный спорно еще можно включить мешал то есть это получается заторный чан-1 фильтра чан-1 варильный третий получается фильтр чан это заторный фильтр и варильный и вирпул уже дальше пошел еще ну то есть там маленькие бюджетные варианты это заторно-варильный а тут все-все отдельно максимально продуктивность ну да тут что удобно получается что затирание сделал на фильтр чан пока тут фильтруется можно следующее затирать и в зависимости от того как и сорт пива на что-то на прикладке 7 перестал тут все так сразу не начнется не ну понятно там все отцы кисть більш классичный лагер або либо то что в принципе колон перекачали на фильтр чан через там в н-15 можем начать спеки прийде фильтрация тут бывает затирание воно все выгружается приходится до перекачки и снова перекачивается все-все перша партия которой фильтровалась тут кипятится а наступна уже может кипятиться есть промежна то есть наступна уже может фильтруваться у нас есть промежная емкость на бетоне и воно фильтруется в автоматическом режиме все в туем месте варки можно переливать не ждать процесса кипячения ну понятно хмелезадатчики ну хмелезадатчики да мы уже на фанатике видели такие штуки прикольная штука на то есть не надо открывать там а то у меня открываешь от пара жрачки запотевают закинул размешал туда нюанс а там вот это вот свеча центральная это внутренний кипятильник то есть он обогревается сейчас подожди настроиться с ним и там и потом я на цему покажу будут бежиттами он внутренний кипятильник это получается он по стенке не обогревает он обогревает через центральную свечу вот эту за труб на теплообменник а вот видно его подается в середину пар в окреме из труб а по инче гоняется сусу то забирается зоны занятий насосом и через теплообменник это на визуально просто так показано раздается на ставлю на забирая сбоку и подает центр теплообменника выходящий удаляется в крышку и максимума она вот так вот а грибком грибком распределяется забирается снизу подается на вырога речь их хорошо да быстро прогревает в принципе на то же самое все в принципе это что чтобы можно не подниматься здесь до даны то есть рабочее место подавился если там нужно примета задача лактуза оба чешусь надо прям прям там либо мы есть этом фильтр чану ручную добывается надо прикрутить мешалка же ножки поберечь да нормально и это же диоптер такой диоптер номер по мутности определяется а кто-то еще и прозрачность сусла и при создании рецептуры пропускается мутность она так что превышается мутность обратно а здесь визуально досмотреть визуально линия фильтр свой можно подавить и цикал колы империо стал и можно 12 часов стоять и смотреть как она фильтруется например но зато вкусняшка но зато вкусняшка десятые тонны больно но 10 тонн горячей воды купайся не хочу до оборудование вообще классная все такое тоже когда-нибудь маленькие в принципе достаточно его первым контур холодная обычная вода осматривающая сторона подогревается куда ее боли на другий контур с ледяная вода часто приходится разбирать чистить вообще ни разу еще ни разу водоподготовка серьезная водоподготовка спорта на запасы воды у вас свои скважина до сплажина запасы воды из скважины корше верхницы это вот это вот получается со скважины до запасы воды и это тоже а осмос осмос вижу да он у меня точно такая же стоит экософт точно такая же только с одной мембраной а это цикаты разные то есть все в ручном режиме больше уже то есть все гибким шлангом подключается через тройник ловится уже с туском двух тонн из цикаты 6 штук шеститонных ряд вот два шеститонника и купища у нас есть есть далее 4 тонны а целых шеститон и украсила себя додаткового ухмеления ракета так называем окукосивание окукосивание да 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 прикольно в принципе да ну да но есть свои нюансы что лучше на хоп мастер они трешки работа своей отрезняется тут в середине стоит фильтр и мышь он фигенциально закручивается и отфильтровывается от группных заложек хмеля або там кокосовой стружки проходящей через эти фильтры это получается пиво сюда подается здесь как бы на словах подается на словах подается традиционно из 3 входа ага и закручивается тонализация у самой нижней есть фильтр ага то есть вот это поворочить эту ракету да да особенно если полная в середине а вон есть этот туда засыпается да в середине есть такие пациенты фильтр то есть тоненькими прорезями чтоб не попадало в минимум попадало туда то есть мы через цитаты добавляем цедру ну оно попадает здесь насыщается и сразу же отсюда в цикл то есть в потоке все максимально контактует с продуктами таким каким мы хотим насытить наше тело и через фильтр выцвет то минимум попадает минимум попадает то что на фдб у дмитрия некрасова он говорит хопган то есть разбивается и все мы делаем если охмеление и на очереди порядок охмеление то мы загоняем цикл то есть по-разному разному если загоняем цикл больше потягивает ну да сливается больше во всяком случае дает возможность по-разному экспериментировать хорошо пультики такие прорезинение все в принципе вот это она попадает еще экстракт показывает экстракт не совсем ну да он постепенно даже если он постепенно чуть-чуть падает можно с центрального компьютера можно залезть и посмотреть все для удобства человека зачем датчик экстракта я бы целый день ходил бы умерил бы каждый час ну я не знаю до конца дошел бы этого ряда да сейчас тоже в заложенности все это было по классике смену за сутки за сутки за сутки за сутки 5-6 5-6 варок параллель я одну за сутки 2 ну за сутки нет за сутки 2 ну 11-12 часов у меня получается Это экшоцид. По пасеку, но, в принципе, вперед. До десяти, до восьми часов, две марки заканчиваются. Восемь-девять заканчиваются. Ну, плюс, какие-то время, чтобы замыть все надо. Ну, понятно. Нет, я же тоже считаю, как начал затирание, и потом пока все это заполнил, помыл, то есть закончил, все, я домой. Вот, получается, одиннадцать-двенадцать часов. Это разливочная уже получается, да? Да, это отделение уже больше разливочной, сепаратор, который помогает добыться более стабильности от пива, выделяющий взвешенно-частичный хмеля, дрожжей. Да, сепаратор мы уже видели, знаем, что это такое. Да, хорошая штука, но очень хорошо. Согласен, дорого, да. По линии розлива. Линия розлива итальянская, Фереро, продуктивность 1200 репешок в час максимальная. Спочатку она атакуется, выносится основная атакетка, контр-этакетка. Далее уже пошла. Тир-тир-тир-тир-тир-тир-тир-тир. Вмывается на первом барабане водой. Другой барабан наливает в пляшку измиренную культуру. А третьей купорье уже. Раз, сад. Баня пива, как он уже встал, то больше двух роков. О, и нормально? Нормально. При такой температуре, если пиво сберегается, то можно? Да. В этот храм войти. Конечно. И не выйти. Пока. Закрывайте. Прохладно, но мы согреемся. Согреваем. Классно. И бутылочки, и кеги, да? В наших кинофестивалях барливайны. Но это еще не бочковая, бутылочки в Кашкад. Бочкового нет. Уже видишь барливайны? Я вижу фундук, арахис и ежевику. Это все вместе, что ли? Тау Баутик Портер и Ватафак 2. Ватафак 2? Да. Там была после Трафбюрфест, коллаборационного ванта и варили Баутийский Портер. Потом мы налили как маленький аппарат, насыпали его частину фундуком, частину арахисом, и остатки эксперимента. Я понял. Так это получается все коллаборационные варки ватафаки, да? Один, два, три. Так вы започитаете. Что это черт возьми такое? Давай сварим. Да, здесь интересно. Милк, но холодно, да. Все 50 литровые, да? Да. Мы 50 литровые не используем, это довольно тяжко, и у нас есть селажеры с рассчитанием такие ну, тоже, да. Да, и носитель. Ну и склад довольно маленький, это один из минусов, но он рассчитан на постину оборотов. можно? да. Круто. Вот есть тут. И все сохраняется. Развытый квадриппель бочковый. Сейчас. А что-то круче квадриппель? Иди сюда квадриппель. Иди сюда квадриппель. Иди сюда квадриппель. Иди сюда квадриппель. Я переведу по цифрам, то есть дубль, триппель, квадриппель, а триппель есть, квадриппель есть, квадриппель есть, дюбель есть. Квадриппель. А дальше. Пачковой. А дальше. Я думаю, что все можно было, было фантазии. Дюбель, триппель, квадриппель. Прэнстекс. Цепель. Все, все далее собирается. Ну и битфраука. Все. Здесь меньше выхода. Эх. Ах. Здесь теплее, но скучнее. Ого. Ну, тут, пожалуйста, Игоря. Без срачей. Все. Кладно. Да, да. Мы разделили наши кислые сорты бочковые и крепкие. Красота. Да, тут кислые кислые. Только кисляки, да? Да, тут кислые кислые кислые, и там с водоним еще по тюмку даем сразу. Класс. Там я империал стал. Класс. Вот Судиниз. А, это новый, что рекламировали? Он начнет генемизации, он со свитчей не так что и даже не. Нет, как, он уже в фейсбуке есть, и Василий Васильевич уже показывал. Ну, такого, наверное, мы показывали. Показано. Хей Дэй. Ух ты. Ух ты. Сургучия прямо. Класс. Да. Прикольно. Формаус. На экспорт. Слишком красивый. Слишком. 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 А это что? Что это? Формхаус. Формхаус. Да. Ну, есть маленькая линия ровного. Все наики мы развиваемся. Сейчас мы ее троиком подаем. Ага. Классно. Бочечки, конечно, интересная тема. Блин. Это все бочки из-под чего-то, да? Бочки из-под чего-то. Ол-пол. 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 Ну, тут франц. Франц. Французские вина, наверное, да? Честно скажу, откуда я капучка я не знаю. Ну, знаю, что я, в принципе, длина, спид Бурбона. Все. А. Есть торты, которые добавлялись на вторичное движение в бочках Бреты. Вереки лаком. Прикольно. Ржаной кисляк. Ну, что-то булькает. Ну, они под гидрозатворами. По-своему. Вообще. Интересный гидрозатвор, да? Осторожно, там что-то живое. Оно там ворочается и булькает. Класс. Спасибо огромное за экскурсию. Классная. Приезжай. Очень понравилось. Ну, а мы побежим на поезд. У нас уже время цигель-цигель ай-лю-лю. Михаил Светлов на Харьков. У нас своя пивоварня. Пиво наше тоже соскучилось. Ждет нас. Спросит замерить плотность. Скучает. Все. Пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok